здравствуйте друзья канал лабиринты знания роман головин и сегодня тема лекции мыслим позитивно вот открывая интернет какие-то книги очень много разных советов как мыслить позитивно что надо делать миллион разных вариантов но на самом деле попробую сегодня от себя рассказать что я думаю по этому поводу потому что не хочется повторять другие мысли хочется больше снимать видео которые вот по ощущениям по нашим знаниям и так далее и так во первых есть изначально люди до которые позитивно мыслят они изначально позитивно есть люди которые реалисты есть пессимисты есть люди у которых жизненные уроки с недостатком энергии депрессия что человека должна надвинуться на него есть люди пожизненно негативные агрессивные депрессивные и вот надо различать да потому что куча всяких тренингов коучингов всего полно сегодня и когда разные люди туда приходят им дают общие какие-то моменты и люди пытаются платят деньги за эти всякие тренинги пытаются стать более какими-то скажем позитивными и так далее но вы должны понять что эмоции до характер уроки программы никто не отменял и не значит что вот моих словах все вы приговорены к чему-то нет зачастую нам дают некие негативные черты характера для того чтобы мы с ними работали то есть работая постоянно над своим характером вы улучшаете себя вы набираетесь опыта да это ваши уроки которые вы должны пройти зачастую даже может быть и скрыты какие-то уроки в предназначении многие люди неправильно немножко понимают всю эту ситуацию что типа если ты негативен значит ты неправильно развит или ты не душевно раза все полная ерунда да то есть можно быть негативным человеком и душевно развиваться то есть просто стараться себя ограждать над каких-то дополнительных негативных вещей в жизни и двигаться дальше вот сейчас кстати вот это хорошая мысль она очень сильно может многим помочь люди которые изначально попали к нам на канал либо сами много психологии читали много работали над собой психологом ходили книг много прочитали они понимают что если человек сам по себе негативен а меньше смотрите телевизор где много негатива о войне там убийствах там какие-то передачи новости весь этот негатив надо откинуть второе смотрите больше позитивных каких-то канал о природе там планетах на каких-то изобретениях от каких-то подвигах интересных либо вообще не смотрите либо больше интересных книг читайте больше на природе бываете гуляйте дышите свежим воздухом больше больше спать надо обязательно они ну максимально стараться оградиться от всяких нервных стрессов от негативного мышления людей других которым вам некомфортно общаться и которые вас выводят из равновесия то есть есть люди которые постоянно спорят там что-то пытаются доказать показать что тут ты не прав а я прав там я знаю что вот мы там наше дело правое мы там всех сметем там сейчас и всем докажем что мы самые лучшие на земле вот поэтому такие вещи надо отметать питание очень сильно помогает в позитиве да если вы допустим вас больше веганской пищи будет в рацион и питание значит вы уже постепенно будете иметь меньше ядов токсинов организме если вы будете очень правильно смотреть за своей лимфатической системой если вы будете ее стимулировать то есть это и с иммунной системы связано таким образом вы будете стимулировать свой организм иммунная система она будет мощно работать вы меньше будете болеть человек который меньше болеет меньше общается с негативными людьми там да то есть огораживать всю жизнь от негатива можете даже сделать такой эксперимент как кратковременно не обязательно надо всю жизнь огораживать себя от всего но хотя бы попробовать вот в разные периоды жизни разные вот эти эксперименты по место более позитивно чтобы вас радовало все да вот вы замечали когда допустим человек живет в северных регионах в регионах страны где постоянно серое какое-то все да там солью сыпят постоянно снег лежит холодно ветра дует мало фруктов овощей в магазинах то естественно это влияет очень негатив нехватка солнца нехватка витамина д нехватка там витамина c витамина и так далее то есть естественно человек более негативно становится когда больше солнца больше позитива то есть когда солнышко светит всегда человека настроение хорошее становится дальше человек там достаток имеет витамина b12 там витамина d то есть это очень важно для понимания таким образом вы немножко расцветать начинаете это все моменты даже которую даже с коучингами не связаны понимаете вот сейчас перечисляю да их очень много этих моментов можно до бесконечно медитация очень сильно помогает йога помогает общение с теми людьми которые душевно развивается на одной волне вместе с вами находится то есть даже если они чуть не понимают до конца как что работает да как мы с насти на канале рассказом то эти люди все равно будут вам приятны в общении то есть они все равно стремятся к развитию неважно каким образом каждый ищет себя есть люди которые считают что только они сами должны добиться этого ну то есть такие люди другие люди понимают что без программы знания своей индивидуальной программы вы ничего не добьетесь быстрых результатов не будет и работа над собой должна такая же проводиться да если человек полностью депрессивен полностью в негативе в лене то по-любому кроме вас никто не сделает это многие люди типа антидепрессанты принимают до препарата различные кто-то постоянно ходит к психологам когда человек себя очень сильно уже вогнал в это состояние то он сам уже конечно не справится им нужен человек который будет способен вытащить из этого состояния но когда вы сами по себе уже обладаете определенными знаниями вы все равно никогда себя доводить до такой ситуации не будет то есть не будете создавать в своей жизни такой некий дискомфорт некие вот эти проблемы это очень важно для понимания и каждый может собой поработать да там видя дневник какой-то да там не знаю переехать на дачу там заниматься растение вот там что-то выращивать когда у вас что-то получаться в этом сами своими руками чтобы надо чего сделать построить там то есть любые такие моменты они приносят жизни позитив хорошее позитивное понимание мысли позитивно и так далее когда человек находится ближе к природе длительное время с природой находится когда человек именно сам собой находится кого человек слышит тишину слышит пустоту пытается слиться со вселенной со всеми другими душами то такие люди они много что понимают да у них уже интуитивные мысли больше приходит в голову и такие люди они быстрее придут в себя понятно что человек который на позитиве ему все это легко дается человек который реалист он может поработать и больше все равно позитивного будет человек который негативист негативщик да так называемый то и с уроками ну конечно сложнее всего уроки вообще очень тяжело преодолевать но опять же говорю если у человека есть урок какой-то либо там карма много либо порчу кто-то навел понятно что это все порчу можно убрать но надо знать кому обращаться поставить защиту и это все дополнительно ухудшает плюс если человек еще неправильно питается на неправильной работе находится не знает как взаимодействие с коллективом не знает как взаимодействие с другими людьми на я тоже себя вспоминая по молодости сколько ошибок разных дел в коллективе да там то есть ну неприятные некоторые моменты были там с разными людьми когда ты кого-то не понимаешь просто его послал один раз и все забыл про него тот человек на тебя злится ходит стучит начальство на тебя доноса на тебя делает и так далее вот там он ушел с работы раньше времени он там пошел там перевязку не сделала там пациент там попросил кого-то другого вот он такой вот он секунду к примеру на там и уже начинает вот эти вещи вылезать поэтому знание по жизни они очень помогают до чтоб человек себя изначально не загнал вот в тупик в полный работа специально с помощью каких-то упражнений да это замечательно прекрасно но вот основные моменты которых я сейчас озвучил они имеют большое значение она имеет самый большой выброс выхлоп даже родственники которого существуют да и вы знаете что есть негативные родственники либо с ними меньше общаться либо надо создавать такие условия чтобы они на вас свой негатив не сливали понятно что есть там защита от негатива вот что это можно все почистить и так далее но изначально как бы да понятно что мы живем в непростое время что хочется когда мы получаем знания многие люди при получении наших знаний всегда хотят сразу улететь на другую планету чтоб меньше проблем было а вам наоборот надо сейчас развиваться уникальная возможность есть развиться практически все сложности практически все уроки испытания получить по максимуму все что можно от этой планеты получить просто максимум всего то есть люди которые мыслят короткими шагами да я хотел улететь на другую планету там легко там классно там нет темных там люди в гармонии с природой же там люди в школах развиваются там идет медитация самого детства нам дает нужное правильное знание классно здорово ну а все впереди вы не понимаете что все планеты они все разные да может быть с точки зрения каких-то условий эта планета не шикарная далеко и есть планета в миллион раз более интересные более стабильные но у вас все это в будущем мы все должны проходить и стабильные планеты нестабильные и промежуточные какие-то планеты и так далее поэтому больше позитива больше философии в жизни нужно иметь так как и мы часто говорили человек который больше философски относится к какой-то ситуации мы всегда в жизни легче даже я вот тоже такой в принципе довольно таки вспыльчивый человек всегда был с небольшое количество агрессии вот и сейчас я просто стараюсь всеми силами постоянно не идти на конфликты там не выяснять отношения с кем-то даже кто-то если не прав там еще что то есть стараюсь не всегда получается но бывает потому что хватает товарищей разных очень много в жизни и ты себя ложь на мысли что не хочется просто идти на конфликт потому что в этом конфликте никто не выиграет даже вот я приводил уже пример когда вот я сейчас начал строить дом и меня получился дом он уходит на ну как бы участок на две стороны на две улицы как бы да и и там трое соседей у меня из другой стороны трое соседей даже больше получается да то есть мой часто как бы соприкасается с одной стороны с двумя соседями с другими то четверо и рядом еще несколько соседей ну там даже больше получается там около десяти соседей которые непосредственно рядом со мной и со всеми надо иметь отношение нормальное нравится вам что-то не нравится ну понятно всегда должны быть компромиссы сегодня вы пошли на какой-то компромисс и завтра скажем так пойдут на компромисс и другие люди какие-то соседи ну есть люди которые плохо понимают и сразу начинают какие-то гадости от тебя распускать это говорит о том что люди не развиты люди какие-то гнилостные да то есть люди какие-то непонятные зачем скажем так говорить о людях плохое стоит не знаешь этого человека изначально ну вот к сожалению приходится нам жить в таком мире где даже если вы уже обладаете знанием даже вы более развиты чем другие люди но вы должны к другим людям относиться как к ученикам не всегда это получается у меня тоже как бы и если бы у меня все идеально получался нам на этой планете не жил бы жил бы на другой планете и таким образом мы все работаем над собой становимся более позитивными не вмешивайтесь какие-то конфликты не выясняйте лишний раз отношения потому что у нашей страны там данный момент такая программа да есть сложности да там коррупция одно другое там бюрократия там люди обозленные так далее старайтесь войти во все положения и немножко нейтрально расслабиться не обращать на это внимание просто изначально себя настроить на более позитив и когда вы идете в какие-то конторы там на работу общаться с каким-то неприятным не просто старайтесь изначально все это переформатируйте в голове поставить нужная программа на данный момент времени настроиться перед контактом и все будет хорошо когда вы сами себя выводите постоянно там пошли магазин там что-то там кто-то вам не понравился там ничего страшно длинная очередь расслабьтесь нам подумайте о хорошем там не знаю в телефоне что-то почитайте там уже собой что-то возьмите почитать ну и так далее в транспорте это всегда можно из любой ситуации выйти победителем и в любой пробке когда вы стоите там на общественном транспорте на своей машине там не знаю все что угодно можно делать телевизор можно там машине поставить посмотреть магнитолы сейчас современные новые ауди книги послушать в конце концов наше видео послушать посмотреть и так далее то есть вариантов масса всяких как человек у себя настроить как взаимодействие в нее с внешним миром главное начать работать не лениться не лениться и все получится благодарю за внимание пишите свои комментарии я думаю что многим будет интересно тема очень уже животрепещущая она касается всех нас всего доброго до свидания